Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Ольга Курунова, и я рада вас приветствовать на своем канале. Вы помните, совсем недавно мы с вами распаковывали пряжу из магазина Атрико? Атрико! Правильнее будет Атрико. И напомню вам, что эта фирма под собственным брендом фасует пряжу китайского производства. Ссылка на магазин, промокод, а также всю пряжу, о которой пойдет сегодня речь, я оставлю внизу под видео. Проходите, смотрите. Также оставлю ссылочку на видео первой части, где я вам рассказывала про всю пряжу, которую я приобрела в этом магазине. Поджигала эту пряжу вместе с вами, прямо на камеру. Поэтому мы смотрели, соответствует ли состав пряжи, заявленном на этикетке. Напомню, что два артикула мне показались не с тем составом, что указаны на этикетке. Ну, в общем, вы можете пройти сами и посмотреть все своими глазами. Сегодня я хочу вам рассказать мои впечатления о пряже уже после того, как я отвязала образцы и провела ВТО. ВТО я всегда провожу в теплой воде с шампунем для волос. Любую пряжу я стираю в шампуне для волос. Полощу в воде такой же температуры, чтобы не допустить сваливания пряжи. Итак, первым артикулом, который я взяла для экспериментов, стала 100% шерсть. Состав пряжи 100% меренос в 50 граммах 430 метров. С этим составом я согласна. В прошлом видео поджигала и решила, что это точно 100% шерсть. Но какая, мереносцевая или нет, я решила связать образец. И уже потому, как образец ведет себя в воде. А мы знаем, что в воде он должен расплываться. В общем, думала, что все покажет образец. Какая же это шерсть? Мереносовая или нет. Вот такой моток пряжи. Цвет 12-22. Кого интересует. Я подобрала спицы номер 2,5 и вязала в две нити. Потому что толщина пряжи 430 метров на 50 грамм. Когда я вязала образец, нить мне показалась немного жестче, чем 100% меренос. Я работала со 100% мереносом и понимаю, какая нежная должна быть нить в работе. Так вот, когда я вязала этот образец, нить была намного жестче. Но, когда же я провела ВТО, то все встало на свои места. Могу утверждать, что эта нить настоящий 100% меренос. Причем мягкий и нежный. Я взяла кусок черного материала, чтобы на нем показывать вам, какой ворс у пряжи. Видите, да? Насколько пушистая нить. Вот, пожалуйста. Нить мягкая. В воде образец расплывался во все стороны. То есть, вы его в воду кладете, и он у вас расползается. Как и положено настоящему мереносу. Как я поняла, эта нитка в пропитке. Может быть, небольшая, но пропитка в ниточке есть. Потому что, когда вяжешь, Изделие кажется жестковатым. После ВТО изделие становится мягким. Пропитка, наверное, немножечко уходит и становится таким мягким, пушистым, нежным и очень приятным полотном. Посмотрите, как смотрится ажур. Замечательно. И гладь. И резинка. Резинка, я не скажу, что сильно держится, как и у обычного мериноса. Этот меринос, если мы видим, что здесь есть пушок, значит, это кардный меринос, не гребяной. Резинку он держит слабо, поэтому, если хотите, чтобы у вас была пружинистая резинка, берите очень тонкие спицы. Вот, полупатентный узор, пожалуйста. Отлично себя ведет. Гладь, видите, практически, можно сказать, ровная. Ну и ажур прям вообще великолепный. Косы не попробовала, но мне кажется, косы тоже будут хорошие. Судя по резинке. Так. Я рекомендую эту пряжу для вязания как взрослым, так и детям. Вот. 100% шерсть. Вот состав. Цена на пряжу 320 рублей за 50 грамм. Вполне приемлемая. Но я бы сказала, что это самая низкая цена, которую я видела на 100% меринос в матках. Обычно один 50-граммовый меринос в матках стоит где-то 360 рублей на 50 грамм и выше. Здесь 320. Плюс, если вы нажмете промокод Курунова, то и пройдете по ссылке, которая указана ниже. Потому что, насколько я понимаю, промокод действует только по той ссылке. Если вы переходите с моего канала, то цена будет меньше, чем 320 рублей за 50 грамм. Итак, мой вердикт. Хочу я вязать из этой пряжи? Да. Хочу приобретать ее в фирме Art atrico? Да. Этой пряжи быть на моих полках. Мне она понравилась. Вязать можно абсолютно все. Отличные шарфы, варежки, шапки, кофточки, штанишки, носочки, пинетки. Для новорожденных, для людей вообще любого возраста. Эту пряжу рекомендую к приобретению. Пожалуйста, посмотрите, как она выглядит. Следующий артикул, который ко мне попался в руки, это ангорский кролик. Вот такая упаковка. Цвет вам не передается. Это зеленый цвет. На 981 это изумрудный зеленый цвет. На камеру я этот цвет никогда не могу уловить. Ангорский кролик. Состав 60% кроличий пух, 40% нейлон. В 50 граммах 310 метров. В прошлый раз я говорила вам, что я согласна с этим артикулом. Но образец покажет ангорский лето. Кролик ли это вообще? То, что это где-то примерно 50 на 50 шерсть плюс нейлон, я согласна. Но кролик это или нет, должен был показать образец. Итак, вязала я на спицах 2,5 миллиметра резинку. И основное полотно на спицах 2,75. Пряжа с самого начала, когда я только начала вязать, начала пушиться. Вязать ей очень комфортно. Она не сыпется. Вот этот пух, он не сыпется. Вот видите, на руках не остается. Я сидела в черном шелковом халате, в темно-синем, и у меня ни одной ворсинки на халате не было. То есть пряжа не сыпется. Это большой плюс. Я считаю, что шерсть в этой пряже именно кроличья, потому что ворс очень высокий, очень мягкий. Именно то, что присуще кролику. Мне кажется, что после носки, и когда вы попадете, например, в шапочке, она под снег, то пряжа еще распушится. То есть она распушилась только после первого ВТО. Дальше она распушится еще лучше. Видите, какой пух. Замечательный. Очень мягкая. Пряжа комфортная. Я считаю, что она подходит для вязания взрослым и детям примерно с двухлетнего возраста. Почему я так решаю? Что детям меньше двух лет я бы не рекомендовала пушистую пряжу. Ну, потому что пух все равно может вылезти и попасть в дыхательные пути и вызывать дискомфорт у ребенка. Ребенок будет капризничать, плакать, а вы не будете понимать причину его капризов. Поэтому все-таки до двух лет пушистую пряжу, не обязательно только этот артикул, а вообще любую пушистую пряжу с высоким ворсом я не рекомендую использовать. Эта пряжа, мне кажется, идеально подойдет для варежек, для шапок, для тонких, но теплых джемперов, свитеров, пулловеров, жилетов. В общем, все, что угодно. Мой вердикт. Вязать из нее буду. Приобретать этот артикул в магазине Атрико хотелось бы. Посмотрите, как выглядит пряжа. Вот так она выглядит на сайте. Единственный минус вот у этого цвета, даже не у этого артикула, а у этого цвета, что он абсолютно не передается на камеру. Но это не относится именно к этой пряже. У меня любая пряжа такого зеленого цвета. Помните, я вязала себе футболку, которую в итоге потом отдала заказчице. Ну, забрала у меня девушку с работы. Вязала я себе, потому что я тоже выписывала пряжу. Я хотела, чтобы она была вот такая, как сейчас у вас на камере. А она такая, как вот разлейте зеленку на стол и увидите цвет вот этой, настоящий цвет этой пряжи. Поэтому имейте в виду, 981 цвет изумруд. Он зеленый, не голубой, не петрольный, а зеленый. И он на камеру передаться не может. Вот, в общем, такой вердикт. Вязать буду. От пряжи я в великом восторге. Она чем-то напоминает норку, но здесь, китайскую норку я имею в виду, да, но здесь натуральных составов больше, намного больше, чем в китайской норке. Кстати, в этой фирме от Реко есть норка, но я ее еще не пробовала. Вот этот ангорский кролик, здесь ингредиент составляющих натуральных больше. Это нам показал поджиг пряжи. Так, следующее. Мы с вами добрались до артикула, состав которого, мне кажется, не совсем тем, чем заявлено производителем. Производитель заявляет, что это кашемир. Напомню, что я думаю, а подробнее вы посмотрите в видео с распаковкой посылки или уже посмотрели, что в этом артикуле больше искусственного волокна, нежели заявлено на этикетке. Я поджигала эту пряжу. Мне кажется, что здесь искусственного волокна, ну, где-то процентов 60-70. И процентов 30 здесь натуральных волокон. Девочки, это мое субъективное мнение. Я могу ошибаться. Но просто примите это к сведению. Состав 50% кашемир, 20% шерсть, 30% искусственные волокна. В 50 граммах 320 метров. Мне очень хотелось взглянуть на образец, чтобы понять, есть ли здесь кашемир. Образец я вязала на спицах 2,75. У меня одна основная нить, а вы знаете, что к кашемировой нити еще вот такая стрейчевая дополнительная нить идет. То есть у вас будут мотки дополнены вот такой стрейчевой нитью. И я вязала одна нить основная и плюс одна дополнительная. Вяжется очень комфортно и приятно. Пух не осыпается. Полотно плотно держится на нитке. Вот этот вот пух, он очень плотно держится на нитке. После ВТО образец покрылся коротким пушком. Насколько я понимаю, а опыт работы с кашемиром у меня есть, это именно кашемировый пух. Вот, видите, он очень-очень-очень короткий. То есть до 5 миллиметров. Это кашемировый пух, мне так кажется. Его мало в этом полотне, ни 50 процентов, ни в коем разе, мне кажется, процентов может быть 20. Пуха, не больше. На большее не тянет. Ну, максимум 30 процентов здесь кашемирового пуха. Но он отлично заполняет все пустоты. Этой процентовки достаточно для того, чтобы пряжа была невероятно мягкой, невероятно комфортной и очень-очень приятно. Итак, мой итог. Из этой пряжи вязать можно даже младенцам и очень чувствительным взрослым. Я бы рекомендовала из этой нитки вязать шапки, варежки, перчатки, манишки, ну и, естественно, любые плечевые изделия. Пряжа очень комфортна к телу, невероятно комфортна, очень мягкая, даже намека на колкость нет. И на резинку я только рекомендую вам брать спицы потоньше, потому что, как и в любой, любая пряжа с содержанием кашемира, резиночка держится слабовато, как и на мериносе, если он не гребенной. Поэтому берите спицы, вот прям вообще рекомендую, прям полтора миллиметра для вязания резинки, если вы хотите, чтобы резинка была пружинкой. Посмотрите, как смотрится великолепно ажур. Замечательно. Гладь, давайте посмотрим. Вот вам даже здесь видно, не на черном фоне, видно весь пушок, да, коротенький пушок, такой кашемировый, мягкий, как облако. Здорово. Я не ожидала от этой нити такого качества. Скажу честно, относилась предвзято. Ну, я всегда говорю свое честное мнение. Смотрите, нет рядности совсем. Даже намека какого-то на рядность. Даже на краешках небольшая только рядность. Вот здесь, ну, грешок такой водится. Вот. Прелесть, прелесть. Нитка просто восторг. Просто восторг. На сайте эта нитка выглядит вот так. Вот, пожалуйста. Кашемир от Атрико. Состав. Ну, и, наконец, мы с вами добрались до последнего артикула. Это артикул бамбук. Вот такой. Невероятно мягкая. Очень пружинистая. Шелковистая нитка. Ее состав я, как вы знаете, тоже поставила под сомнение. Здесь написано, что 70% хлопка и 30% бамбука. Я считаю, что здесь около 10% есть полиамида. Ну, это мое субъективное мнение. Подробнее вы также увидите в видео с распаковкой. Я вязала образец из этой нитки. Спицами 2,75 я вязала резинку 1 на 1. И спицами 3,75 основное полотно. Вы посмотрите, какой невероятно красивый образец. Какая вязка. Как хорошо эта нитка подходит для полупатентного узора. Единственное, что я бы его рекомендовала все-таки вязать не на спицах 3,75, а, наверное, на спицах 3,25. Прежде чем начать вязать, я еще один образец вяжу на спицах 3,25, чтобы понять, какое полотно мне понравится больше. Ну, будем смотреть. Вязала я образец в две нити, потому что пряжа тонкая. Здесь 205 метров в 50 граммах. То есть 410 метров на 100 грамм. Очень тоненькая нить. Очень тоненькая нить. За счет того, что она тяжелая, она, ну, подумаешь, 400 метров вроде как приличная. Ну, нет, она намного тоньше, чем, например, носочная пряжа. Намного тоньше. Из этого артикула я планирую связать, уже повторите, однажды связанный джемпер. Джемпер для Эвелины. Вязать я буду сверху вниз с широким регланом. Вернее, с широкими регланными линиями. Эта модель никак не выходит из моды. Последние, буквально несколько дней назад, прогулки по магазину, по фирменным магазинам с одеждой дали мне понять, что эта модель актуальна абсолютно во всех фирмах. Ну, то есть во всех магазинах с фирменной одеждой. Разные, разные бренды вяжут такую модель. Ну, значит, будем повторять. Поэтому, раз у меня изделие будет связано полупатентной резинкой, мне было очень интересно посмотреть, как данная нитка лежит в полупатентной резинке. Могу сказать, великолепно. Просто великолепно. У меня, вы знаете, у меня очень нежные чувства к этой пряже. Я в большом восторге от нее. Даже несмотря на то, что я считаю, что здесь есть 10%, наверное, полиамида. Даже несмотря на это, 10% ничего страшного. Какая она мягкая. Я еще тысячу раз повторю, что это невероятно мягкое и приятное полотно. Видите, какое оно шелковое. Образец после ВТО сильно расширился по ширине. При этом длина осталась прежней. Высота. Это говорит о том, что нитка была в пружинке в такой. И когда мы ее провели ВТО, нитка расправилась и расправилась именно в ширину. Но мне кажется, что это изделие, ввиду того, что оно тяжелое, когда оно будет связано большим полотном, оно будет тянуться вниз. Поэтому сильно длинное я вязать не буду. Мне кажется, оно вниз потянется. Ну, это свойство именно полупатентной резинки. Это никоим образом не говорит о качестве пряжи. Это вот полупатентная резинка себя так ведет. Просто шикарное полотно. Просто шикарное полотно. А если учесть, что цена пряжи всего 75 рублей. И это не считая скидки в 5% по промокоду. Ну, в общем, я рекомендую. Нужно брать в разных цветах для любого времени года. Эта нитка подойдет для вязания на любой возраст. От новорожденных и до самых-самых капризных наших мужчин. Мужской джемпер будет просто великолепие. Гладь замечательная будет. Хоть я и не вязала, но я на 100% уверена, что замечательная гладь. И в одну нить я бы вязала майки, топы, туники, платья, брюки, шорты, боди для новорожденных. Это же вообще на голое тело. Наденете новорожденному вот такую мигушечку и восторг. Восторг и приятность. И комфортно будет ребенку. В две нити можно вязать также майки, топы, платья, джемпера, пулловеры. Французские кофточки с ажурными узорами. Ажур будет держать великолепно. Кардиган. Если взять потоньше спицы, то есть взять в две нити и тонкие спицы, например, на троечке. Замечательно. В общем, это недорогая, универсальная и невероятно приятная пряжа. Если вы ее еще не пробовали, я вам ее рекомендую попробовать. Нету... А нет, есть один минус. И это минус именно, я считаю, что к фирме Атрико. Ну, надеюсь, они с этим сладятся. Сейчас скажу, в чем минус. 50-граммовый моток. 50-граммовый. В нем всего 205 метров пряжи. И в этих 205 метрах пряжи было два обрыва. Посмотрите. И на каком расстоянии эти обрывы находятся друг от друга. То есть, вот один обрыв, вот второй. У меня даже ряда я не довязала до того, как пошел второй обрыв. Вот это, конечно, косяк. Но косяк, за который я однозначно прощу. Я посмотрю. Конечно же, у меня, как вы понимаете, этой пряжи достаточно много. У меня ее 12 мотков. 600 грамм. Извяжу я ее, наверное, в ноль. Поэтому скажу свое впечатление о всех 12 мотках позже. Будут ли мне еще попадаться такие обрывки нити. А это именно был обрывок нити. Ну и вам, конечно же, об этом скажу. Но нитку рекомендую. Ну что ж, ну да, неприятно. Ну, ничего. Неприятность эту мы переживем. Но во всем остальном нитка просто великолепная. Просто наимягчайшая. В общем, я готова одопеть этой нитке. Итак, у меня такие впечатления о пряже. И только положительные. Только положительные. Все четыре артикула, которые я попробовала, это был именно эксперимент. Это впервые я знакомлюсь с пряжей из этого магазина. Общее мое впечатление таково. Когда магазин предложил сотрудничество, я думала так. Ну, китайская пряжа. Ну, качество, наверное. Не айс. И относилась, ну, скажем честно, немножко предвзято. Но сейчас, когда я получила посылку, когда я повязала из всех выбранных мною артикулов, я могу сказать точно. Это классная пряжа, которую хочется пробовать, из которой хочется вязать, и которую хочется заказывать абсолютно в разных цветах. И вот сказать, что я в чем-то сильно разочаровалась, или вообще разочаровалась в том, что я думала, я не могу. Либо это относится к тому, что я ожидала от этого пряжи худшего, и поэтому я сейчас в таком восторге. Не знаю. Возможно. Но я рекомендую абсолютно все артикулы. Давайте уберу, чтобы вам их было видно. Уберу образцы. Это ангорский кролик, кашемир, бамбук и стопроцентная шерсть. Я выбирала артикулы, чтобы они были тоненькие. Вы знаете, что я люблю тонкие артикулы. И, в общем, в восторге. В восторге. Не ожидала. Посмотрите. Еще немножечко отвлеку ваше время. Все образцы связаны на 40 петель. Все. Абсолютно. Ну, о том, что разная пряжа. У меня и здесь 40 петель. И здесь 40 петель. И здесь, и здесь. Здесь везде 40 петель. Видите, как по-разному ведут себя те же самые 40 петель на разной по составу пряжи. Ну, это такое маленькое отклонение. Итак, мои дорогие друзья. Что я хочу сказать. Хорошо, что у нас появился такой магазин в России. Поддержим отечественного производителя. Ну, хоть и производитель китайский, но перематывает пряжу у нас в России. И наша задача поддержать отечественного производителя. Тем более, новый, молодой магазин требует нашей с вами поддержки. Я предлагаю вам посетить этот магазин. И выбрать для себя соответствующие составы. Ну, я могу сказать еще раз, повторить еще раз. Я в восторге. Моя рекомендация 5 из 5. Замечательно. Ну, мои дорогие друзья, мы обязательно с вами еще встретимся. Я покажу вам, как я буду вязать вот из этого бамбука джемпер. Однозначно. Что-то из этих артикулов я также свяжу, пока не знаю, что подумаю. И до скорых встреч. Я желаю вам замечательного настроения. Отличного приобретения. Мирного неба над всей планетой. И всего вам самого-самого доброго. Ну, а я с вами прощаюсь. До скорых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok